добрый вечер приветствую все есть контакт да как настроение отлично сегодня у нас хорошая подборочка кейсов оба проекторы оба необычные люди так что я думаю ты тоже что-то интересное про них расскажешь да конечно у нас все интересно вас неинтересных не бывает итак ангелина у ангелины запрос был на профориентацию фриланс или офис то есть куда себя направить какие свои таланты и в какой форме их применить ну сразу скажу что возможен и тот и тот вариант и фриланс возможен и офис возможен но чуть больше показатели в карте к тому чтобы работать на себя то есть фриланс но здесь есть важные нюансы важная особенность тут тоже не так все скажем просто так ангелина у вас очень активный второй дом это говорит о том что вам можно работать самой на себя без построения какой-то огромной системы большого бизнеса то есть вы можете работать индивидуально как какой-то специалист профессионал и конечно привлекать к своей деятельности других специалистов сотрудничеству но не так не масштабно то есть не набирая большой штат и вам важно понимать а у вас во втором доме уран марс и нептун такая троица активная и они говорят о том что вот марс во втором доме говорит что если вы будете на фрилансе да то есть развивать себя как специалиста в каком-то направлении то вам нужно быть все время активно это конечно и так понятно да что если ты сам на себя работаешь как говорится как потопаешь так и полопаешь да но у вас еще и марс во втором доме он еще больше вам добавляет активности то есть имейте ввиду если вы уйдете на фриланс то есть тут нужно будет все время что-то предпринимать чтобы заработать денег то есть здесь вы должны быть активны то есть если вы настроены на все время на активность готовы к этому то отлично плюс еще уран во втором доме вам может создать некие неожиданности нет некие взлеты и падения то есть к этому тоже нужно быть готовой что не будет все просто гладко вы ушли на фриланс и все и лежите на лаврах почеваете ничего не делаете а деньги сами вам сыплются так такой вариант у вас не пройдет то есть все время нужно проявлять активность быть готовой к некоторым неожиданностям и нептун во втором доме вам говорит о том что в финансовых делах нужно наводить порядок не допускать хаоса и если у вас будет все в порядке не будет хаоса тогда такой нет тут очень много вам может дать финансовом плане и у вас могут хорошо вам подойти какие-то знаете прям денежные ритуалы есть всякие на привлечение денег визуализация загадывать желания выписывать их ну то есть все способы которыми можно дополнительно еще притянуть к себе деньги да через свою профессиональную деятельность просто визуализировать это хотя бы ну то есть какой-то способ можно подобрать который будет рабочим именно у вас какой-то у вас работает потому что есть нептун а нептун это планета желание страстные желания то есть он может прям вот очень сильно притягивать поэтому вам важно найти свой способ и прям включать интуицию и нюх на деньги вот развивать и благодаря никто ну во втором доме у вас это получится и вы сможете прям вот притягивать деньги к себе по отношению к деньгам еще скажу как вашем случае относиться в астрологии есть такое понятие копить или тратить смотрится по знаку зодиака который находится на вершине второго дома у вас на вершине второго дома на стрелец это говорит о том что вам нужно деньги тратить но с умом вкладывать их в свое обучение образование то есть общаться с людьми образовываться и стремиться к элите то есть вот так вот вкладывать в свое обучение постоянно так по направлениям какие возможные направления вас и какие будут успешны вашем случае расскажу вам много всяких направлений а вы уже там в чатик напишите какое больше всего откликается сейчас расскажу и по планетам которые во втором доме мы смотрим тоже через управителя второго дома в каком он доме находится тот и наиболее ресурсный у вас управитель второго в своем же доме во втором находится это уран и по урану могут быть направления такие что-то связано вообще с инновационными разработками телевидение радио авиация наука исследования электричество астрология и астрономия по у вас также напоминаю что в втором доме есть еще марс и нептун по этим планетам вам скажу по марсу это направление спортивное может быть военное какое-то дело военное направление а механика машиностроение автомобилей оружие все что с этим связано с мастерские что-то ремонт чего чего не будет различной техники такие направления тоже может могут вам подойти кстати марс он покровительствует индивидуальным предпринимателям и как раз у нас во втором доме то есть отличное вообще положение по нептуну какие могут быть профессии вам интересные близки это все что связано с медициной фармацевтикой добыча нефти сельское хозяйство искусство это может быть живопись музыка фото видео дизайн также все что связано с различными жидкостями алкоголь различные напитки парфюмерия плюс еще может быть косметика и любая химия то есть это вот по планетам вам такое разнообразие направлений также по знаку зодиака который вас во втором доме как раз он вас практически весь дом занимает это стрелец родные стрельцовские темы это сфера туризма организация образования онлайн курсы коучинг консалтинг организация перевозок взаимодействия может быть с иностранцами или с иностранными фирмами то есть тут еще можете быть например переводчиком если как-то с языками взаимодействуете и плюс еще такой дом у вас богатый да много планет три планеты во втором доме рассказала по знаку но также важно вам еще задействовать некоторые темы которые идут по вашему солнцу солнце это ваша личность ваше я самовыражение и если мы не не задействуем никакие темы по солнцу и по дому в котором она находится те условия тогда не не сможете так ярко раскрыться профессионально по знаку девы какие могут быть у вас направления и что что вас может заинтересовать это все что связано с оздоровлением организма вот и по никто ну вас тут медицина фармацевтика идет работа по интернету подойдет например продажи в принципе подойдет выбирайте что будете продавать чтобы вам это было интересно и продажи массовые не штучные не единичные потому что у вас солнце в одиннадцатом доме это говорит о том что вам нужно взаимодействовать с большим количеством людей если вы будете ну какие какие-то что-то штучное продавать эксклюзивное может не так хорошо пойти потому что одиннадцатый дом тоже нужно задействовать так и по по деве еще все что связано с оздоровлением организма аудитор юрист бухгалтер тоже тоже сюда же то есть тут такое вообще на натальной карте там столько всего столько всего заложено столько талантов столько направлений только выбирай как говорится в общем у вас важное условие чтобы вы взаимодействовали со многими людьми вот это имейте ввиду так и по это условия одиннадцатого дома и тоже по одиннадцатому дома если смотреть у вас там еще и солнце и меркурий что-то может быть актуально если захотите фармацевт по образованию ну это прям практически классика жанра дева фармацевт или дева бухгалтер и дева медработник так что это прям ваше родное можете какие-нибудь продажи он медицинского оборудования организовать или что-то такое пойдет вообще замечательно так если вдруг захотите в творчество то тоже можно попробовать одиннадцатый дом к этому располагает плюс у вас еще венера тоже такая располагает к знаете хороший вкус то есть все есть эстетически вы что-то можете создать сделать красивое оформить так да но хочу фриланс так как детей фриланс понятно будет более гибкий по графику но имейте ввиду что там нужно будьте готовы к каким-то успехом и не успехом могут вот так вот прыгать на фрилансе это дело потому что у вас уран во втором доме он вам может неожиданности подкидывать и что вам все время нужно быть активной либо так как марс во втором доме есть вообще возможность просто если замужем есть муж все хорошо то марс во втором доме говорит что можно просто чтобы рядом был мужчина и содержал такой тоже вариант отличный вот тебе фриланс вот тебе фриланс ну а почему бы и нет такие варианты тоже возможны ну у ангелины нет такого сильного четвертого дома чтобы там заниматься только детьми и вы там это будет ангелина смеется это будет для нее скучновато то есть но в какой-то период понятно потому что когда детишки маленькие тут сильно и не разгонишься по работе потому что времени просто на нее не хватает все понятно а потом все равно что что что-то вы себе найдете интересненько потому что без дела не не усидите не ваши это сидеть там с детьми дома так есть но хочется своим заниматься да я я вас понимаю по карте вижу что хочется что без дела сидеть не будете вам нужно найти применение своим талантом реализовать свою энергию раскрываться в этой сфере потому что ну например если по вас было много планет у вас четвертом доме вообще нет планет а люди у которых много планет четвертом доме и там все планеты внизу тогда они могут вообще годами из дома не выходить заниматься только семьей это все это рай и больше ничего не надо то есть но это не ваша история так что направление я вам тут накидала много вариантов много тоже кое-какие да какие условия нужно соблюдать сказала лев передаю слово тебе расскажи нам про ангелину что что у тебя для нее есть с точки зрения дизайна так но я хочу сказать что если ответить на вопрос фриланс или по найму то тут действительно можно и так и сяк нужно понимать что это человек системы на самом деле человек который должен быть встроен в некую иерархию поэтому где-то в компании и будет работать вполне себе неплохо вам подай подойдут любые как бы какие-то системы и иерархии но при условии если вы хорошо понимаете и свою роль там осознаете но с другой стороны вы проектор и поэтому нужно сказать что вам любая деятельность такая активная вообще не подходит то есть это не очень комфортно и для вас состояние все время быть в какой-то суете более того с пустой корневой системы то есть адреналиновым мотором который не определен вам вообще никуда торопиться не нужно вот и вам как проектору нужно всегда дожидаться приглашения чтобы вас в взаимодействии приглаши пригласили грубо говоря пока не спросят говорить некорректно пока не пригласят лично навязываться не стоит не то что не стоит а категорически нельзя и с этой точки зрения фриланс хорошо потому что это как раз про заказы тебе обратились ты сделал но почему мне не очень как бы нравится и вернее она мне нравится идея с фрилансом но я вижу в ней опасность заключающиеся в необходимости действительно активно очень что-то делать постоянно искать заказчиков и тут выход такой что нужно иметь компаньонов всегда которые будут помогать в частности продажами заниматься а вы выполнение работы будет исходить от вас ангелина или наоборот вы занимаетесь продажами но проектор который занимается продажами это всегда странная история потому что ему очень важно как бы методику продаж соблюдать вот проекта это всегда люди про некую методику и у вас это в дизайне очень хорошо видно если вы освоите некий метод продаж чего угодно вот то тогда вы его можете применять это не будет выглядеть как вы лично навязываете себя продаете то есть вы кого-то продаете а кто-то другой выполняет уже непосредственно работу то есть фрилансом тут есть некие моменты которые нужно соблюдать связанные с поиском заказа то есть кто кто продает а кто выполняет работу поэтому это это подойдет но все-таки вот что касается вертикали и иерархии систем которые вам надо встраиваться это вопрос для вас очень важно потому что одно из ваших основных тотемных существ это пчела вот это очень интересно потому что пчела всегда волей живет и пчела всегда является частью целого она никогда не является отдельно пчелой и там все волей всегда есть некая иерархия кто там там есть матка есть солдатики если там пчелы которые собирают мед и каждый очень хорошо свою роль осознает свое место и у вас в жизни то же самое если вы осознаете свое свое место и функцию в какой-то компании то вы хорошо двигаетесь по иерархии вверх и вообще зарабатываете но вообще реализуетесь а если нет то это рождает всегда конфликты и между прочим 94 84 но вот сейчас как раз тот период когда как раз тот период когда вы начинаете это хорошо осознавать и чувствовать потому что вся первая половина жизни молодость была пропитана экспериментаторством бесконечным это связано в том числе с таким анархизмом то есть нежеланием подчиняться системе возможно это вот сейчас осталось вас осадком таким что вы не хотите ни на кого работать это действительно напряжно потому что вы постоянно пускаетесь в эксперименты и ваша главная цель на самом деле внутренне если ее осознать вы вас не будет это беспокоить вам нужно систему любую вывести из равновесия вот как только вы вывели из равновесия систему она начала шататься вы тут же начинаете пытаться ее стабилизировать и вы в этот момент чувствуете что вы при деле и я это сравниваю вот у вас профиль называется исследователя исследователь мученик это вот как коты себя ведут они зала залезут на дерево наверх они спуститься не могут им чтобы спуститься вниз им надо что-то под лапки подставить по не опору почувствовали вам жизни то же самое вот вы должны дестабилизировать полностью ситуацию а потом найти некую опору и в этом силу почувствовать что а значит можно вот здесь вот опереться здесь опереться и вы в целом получается постоянно поиски какого-то фундамента находитесь и даже если вы находите его вот все нормально вы обязательно что-нибудь придумаете вот возможно посадить комнату просто в пустую будете сидеть посреди комнаты у нас люстра упадет с потолка вот и вы начнете ремонт делать там и все то есть у вас генетически постоянно вот эти эксперименты на самом деле именно такие люди создают будущее то есть это действительно все правильно ксения скажу это профориентация в том числе про какие-то инновации там где надо экспериментировать чуть новое внедрять пробовать ошибаться для вас это корректно через ошибки да вы всегда в поиске но теперь надо поговорить о том как корректно искать да то есть что вас кодирует в этой жизни во первых это обязательно по приглашению любая деятельность только по приглашению никаких никакой не может быть вы пришли сами начали навязываться кому-то что-то советовать пытаться встроиться вас обязательно пошлют вопросы все непременно а если нет то вас не будут ценить потому что энергия ваша работает как как упорядочил как упорядочивание то есть вы не можете что-то начать упорядочить пока это не началось невозможно порядок навести там где и так все в порядке то есть вас должны какой-то процесс пригласить и вы в нем уже будете наводить порядок это всегда прораспознанная личное приглашение не просто менеджера по продажам приглашают а вас лично приглашают не там фармацевта какого-то по объявлению а вот вас лично ангелину вас приглашают это вот это имеет значение как только вы приглашение распознанного дождались дальше вы уже принимаете решение откликаться на него ну то есть соглашаться на него говорить что-то да или отказываться и в этом вам всегда помогает интуиция то есть вы должны слушать очень внимательно что вам осмужен осмужен не ну вы можете с кем угодно тут я в дизайне этого не вижу я вижу что вы человек очень племенной то есть вы человек семейным семейным поэтому если это семейный бизнес то скорее всего это годится наверное родственники будет несколько то есть как раз по астрологии это меркурия в одиннадцатом доме говорит о том что важно все время находиться в обществе людей каких-то то есть проявлять социальную активность и что-то начинать можно подключать нескольких людей взаимодействовать они не будут знаете как но на равных это будут ваши партнеры не ваши подчиненные а ваши партнеры то есть у вас вот такая особенность как выстраивать отношения как выстраивать отношения дело уже хозяйское но лучше чтобы каждый осознавал свою роль партнеры значит партнеры если кто-то почему главное понять это и соблюдать вот то есть как вы договоритесь неважно но партнерские отношения подходят действительно очень хорошо именно вот такие паритетные так вот решение вы принимаете всегда интуитивно то есть на слушая свой внутренний голос здесь и сейчас вот прямо вот сейчас опасно или не опасно здорово или нездорово вам очень важно не прилипнуть к чему-то нездоровым к чему-то такому что вас там может заразить или разрушить но на самом деле вы от этого застрахованы потому что вы интуитивно всегда чувствуете где опасно где не опасно и вы хорошо чувствуете где ресурсы расположены ну как бы узнаете как животное по запаху вы это очень хорошо определяете это неосознанно вы это не можете определить просто слушайте свои щелчки интуиции это некое ощущение в животе это голос может быть который вам говорит иди нападай там убегай не делай уходи ну и так далее да вот то есть такие вот вещи это абсолютно не ваш голос то есть это не нужно путать с тем что вы из ума себе так ну что мне делать как мне быть нет 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 это вот вообще как будто чей-то чужой голос потом важно помнить что вам очень плохо конфликтовать с кем-то то есть вас у вас в конфликтах не рождается истина но в то же время вам нельзя избегать конфликтов потому что вы как раз такой человек который может очень много умалчивать из-за этого может возникать напряжение вот вы нерешенные вопросы оставляете нерешенными в разговоре я иногда слышу голос но вот это он и есть вы не должны оставлять нерешенных вопросов это называется в психологии конфронт то есть когда вы можете лицом к лицу с проблемой не боясь столкнуться со своим страхом с проблемой с каким-то человеком который вызывает вас на конфликт но решать вопросы дипломатически то есть пока кто-то лезет на конфликт нарывается пытается поругаться это он просто будет вас эмоциональную волну вы ее не понимаете вы вам на этом топливе двигаться некорректно вы не поймете что это такое поэтому вам на эмоциях вообще разбираться в чем ни в чем не надо отходите от конфликта прекращайте разговор но потом обязательно к нему возвращайтесь чтобы вот этот был конфронт чтобы вы лицом к лицу встретились с проблемой и решили и уже спокойно диплом то есть дипломатическим путем это важная история потому что если будете оставлять вот эти нерешенные хвосты в виде недоговоренных ситуаций то эмоциональная волна будет накапливаться постоянно она потом прорвется в вас в виде болезни обязательно так и я последнее хочу сказать что за всем этих за всем этим ворохом информации важно помнить об одной детали вы человек который несет в себе любовь к своему телу это такое качество очень важное любовь к своему телу физическому к своей форме вам именно это является вашим таким потенциалом который вы несете через любовь и заботу о своем теле физической форме когда вы делаете себе приятно когда вы покупаете себе вещи которые вам доставляют радость когда вы занимаетесь спортом ходите в спа да что угодно короче наводите красоту и это понятие красоты для вас очень вещь важная что такое красиво что такое уродливо вы можете определить это не про внешность это про некое ощущение собственного комфорта в теле там может быть связано с чем угодно даже с неудобной одеждой вам об этом надо позаботиться очень серьезно проявить к себе такую нежность и внимательность и именно через любовь к своему телу начинается именно то поведение которое которым вы заражаете окружающих именно на такое поведение смотрят как на нечто корректное приятное и люди готовы при этом взаимодействовать когда тело в порядке странно что это так звучит сейчас не принято так говорить сейчас много говорят о духовности не очень понимаю что это такое по факту то есть в сущности не очень понятно что такое духовность но это не про сидение в дзен или медитации в чистом виде это про это тоже но как бы не не про и не про это в то же время это про какие-то действия в вашем случае где эти действия называются любовь к своему телу и ваша деятельность если мы говорим а а куда мне направить свои силы то я интуитивно понимаю что это что-то связанное также с красотой если если вы фармацевт ну вполне понятно вы можете продавать и крема какие-то средства и там бады я не знаю лекарства то есть что-то что ведет к совершенству форм до что лечит людей если вы если мы можем говорить про индустрию красоты уходы массажа и не знаю что угодно это кстати может быть и фото и дизайн потому что у вас есть так называемая энергия концентрации вам очень важно долго ждать и концентрироваться на деталях фокусироваться так так вы набираете силу как только вы набрали необходимое количество деталей вы начинаете делать и вы человек многих навыков то есть это вот как раз когда про людей говорят талантливый человек талантлив во всем это как раз про вас то есть в принципе чем бы вы не занимались все будет получаться все окей но вы ни в чем не найдете удовлетворение вот в чем как бы фишка то есть вы там баскетболом позанимались потом поделали там я не знаю какие-нибудь поделки потом занялись продажами потом еще и все хорошо у вас получается но секрет именно в методологии как осваивать навык каким образом не что а как и вы всегда стремитесь в этой методике красоте к некой стройности к тому чтобы все было выстроено логически красиво умело и эстетично что ли вот так вот и все что связано с некой эстетикой поэтому тут и фото и дизайн и архитектура индустрия красоты производства каких-то если это фармацевтика то это может быть производство каких-то уходовых средств то есть все что ведет к красоте вам главное освоить метод как это делается как этот путь проходить а вас всегда будет по у вас ваш путь будет всегда в налаживание разрыве то есть вы вот чем-то занялись добились каких-то результатов бросили это начали следующее бросили это начали следующее это нормально так вы щупаете этот мир и двигаетесь это нормально для вас поведение главное чтобы все это было эстетично красиво и вы сами свою форму поддерживали в полном порядке то что вы очень про индивидуальные вещи вам важно как бы но себя всегда держать в нужной в нужной форме если касали бы спрашивали про детей я сижу дома там воспитываю детей дать действительно рутина не ваша история то есть вам нужно в какие-то эксперименты пускаться куда-то бежать что-то делать да и вообще энергии на воспитание детей постоянно у вас нету поэтому это лучше кому-то делегировать или дозировать или чтобы дети ходили в какие-то кружки то есть чтобы вы себя разгружали от этих забот все таки что вы с ума сойдете вот что я хотел сказать насколько полезно это было лев пока тут ангелина если напишет нам какую-то обратную связь скажи пожалуйста вот проектором нужно ждать чтобы пригласили генератором чтобы был отклик а кому действовать вот пришел и горишь я красавчик я сейчас все сделаю смотрите на меня кто какой какой профиль это может я тебе сейчас расскажу про эту странную иллюзию что надо что-то делать мы привыкли в этом мире так жить что типа надо делать это будет результативно а никто не задумывался о том что иногда на не надо ничего делать вот надо не делать часто надо не делать ничего понимаешь ничего не делать есть есть кто-нибудь кому прописаны активные действия мне просто манифестором прописаны активные действия то это на самом деле очень небольшое количество людей с абсолютно янтской энергией мужской это абсолютно понятно потому что именно сначала любого процесса янт идет мы разжигаем костер сначала все расширяется взрывается он начинает складываться и упорядочил и вот это вот складываться и упорядочиваться это как раз работа генераторов и проекторов а взорвать все это манифестор но взорвать надо один раз а потом долго это все складывать по полочкам то есть это выглядит так что я принес домой продукты понимаешь сумки а жена потом это все режет готовит укладывает сервирует то есть это уже про по я построил коробку а там потом ремонт делают там понимаешь украшают мебель ставят это все всегда дольше то есть вот это вот быстрый щелчок этом про манифесторов это они приходят и говорят тут будет дом так мне нужен ты генератор ты ты управляющий проектор и так далее они как бы вот им это нормально им никто не нужен совершенно пришел увидел победил манифеста да это не пробедил они из 200 своих предложений три только раза слышат давай все остальные разы им говорят пошел отсюда нафиг и они настолько у них жесткая аура и настолько бронебойная оболочка что они всю жизнь учатся нет слушать то есть это это всегда но они всегда инициируют то есть они могут тысячу дел инициировать и не одно до ума лично не довести а дело будет делаться вот у меня когда я бизнес обувной делал я его с манифестором запустил который отвалился быстренько вот а я потом не мог остановить этот процесс понимаешь мне уже не надо было ничего я уже все хотел свернуться а он шел и шел и шел и шел и шел пока вот я просто каким-то образом это все не прекратил но пока ну уже сам у меня развалился это вот такие вот манифесты они приходят говорят я их учу всегда вы думаете что говорите потому что вы можете запустить какую-то такую историю которую потом невозможно будет затормозить это манифесты поняла по энергетике поняла тут ангелина нам написала что все все верно про меня спасибо что помогаете разобраться в себе и за подсказку метода я очень благодарна ангелина мы рады что были были полезны что тоже может быть вам какие-то идейки подбросили что что как достигать в каком направлении двигаться и желаем вам конечно же реализации на реализации в профессиональной деятельности вообще в любой в любой вашей деятельности и во всех ваших талантов давай к я не переходите а то мы можем не успеть да 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 это я вижу отвлекла тебя не нормально это же интересно пришел увидел победил так переходим к я не я на запрос был о да подбросили отлично вот для этого и нужны такие консультации много новых идей появляется и отсеивается страхов и сомнений и так я на у яны был запрос на предназначение реализацию талантов и развития про предназначение я его всегда смотрю по лунным узлам и понимаю в таком широком смысле что предназначение это та задача которую вы пришли выполнить в этой жизни до пришли на землю что-то выполнить чему-то научиться реализоваться в чем-то и это не про профессию это шире и больше масштабные но у яны здесь узлы смотрю по лунным узлам по дом в котором они находятся и по знаку в котором они находятся у яны лунные узлы и находятся во втором восьмом доме северный узел во втором доме как раз таки говорит о том что ей необходимо сделать и так как второй дом это вообще дом денег и ресурсов поэтому неё как раз тут предназначение немного с перекликается с с работой с финансами и так по второму дому я не что следует делать учиться зарабатывать деньги самостоятельно своим трудом иметь обязательно какое-то свое дело либо свое хобби которая будет приносить ей доход и быть финансово независимой то есть не надеяться что ее как раз таки это история не про нее что там будут всю жизнь кто-то содержать ей нужно наоборот монетизировать свои таланты и через них получать финансы и обеспечивать себя то есть учиться наслаждаться материальным миром и также откладывать деньги копить на будущее то есть какие-то запасики делать покупать недвижимость это вот такой по второму дому у нее задача стоит и чего не стоит делать не стоит перекладывать финансовую ответственность на других жить за чужой счет это я уже упомянула не использовать кстати какие-то оккультные знания или сексуальную привлекательность свою для того чтобы получить какую-то материальную выгоду так как у нее южный узел в восьмом доме то есть это этого делать крайне не рекомендуется то есть можно а тем самым навлечь на себя какие-то неприятностей которые ну вам абсолютно не нужны далее предназначение по знаку которым находится северный узел северный узел находится в стрельце и здесь это говорит о том что в юные годы нужно стремиться учиться разным наукам то есть постигать как можно больше набираться знаний как можно больше о мире о людях то есть такие маша масштабные знания чтобы потом повзрослев возмужал стать и духовным лидером чтобы вести людей за собой быть общественным деятелем каким-то и в карте у яны очень много указаний на то чтобы быть вот великолепным оратором выступать с какими-то объяснениями рассказами это уже плавно перехожу к талантам да предназначение тут перекликается к талантам которые у нее есть у нее очень много аспектов которые говорят что она обладает красноречием ораторскими способностями умением убеждать других людей в чем-то вдохновлять их у нее вообще шикарный аспект марса с плутоном гармоничный а это очень сильное сочетание которое дает такие мощные управленческие качества то есть вы можете управлять другими людьми быть руководителями и быть в этом очень энергичной с большим энтузиазмом и вдохновлять вообще других людей и у вас прям очень много указаний на то чтобы у вас и солнце в девятом доме и меркурий в девятом доме это говорит о том что вы можете быть наставником учителем и это один из ваших главных талантов подумайте в каком направлении чему вы можете научить других людей что вы можете другим людям рассказать полезного для них чему научить как вести за собой и тут еще важно важны такие моменты это прямо ну так у вас конечно много указаний на этот талант скажу еще еще какие какие есть таланты то есть чем можно заняться и потом еще под подводные камни на что обратить внимание чтобы в полной мере реализовать свои таланты не затормозиться в этом процессе так помимо вот этого ораторского мастерства да быть наставником вы можете реализоваться в какой-то творческой сфере сценарист дизайнер актерское мастерство скульптор гончарное мастерство может быть там даже не знаю диджей что-то такое как где будет тоже будут люди какая-то движуха будет тоже вам может подойти и еще такие важные моменты а которые могут вам ну которые нужно преодолеть в реализации своих талантов первое это уверенность в себе прежде всего нужно развивать потому что у вас тут есть квадратура солнца и луны это говорит о том что вы можете во многом сомневаться быть неуверенной в себе несмотря на то что у вас много гармоничных аспектов к солнцу и солнце во льве оно располагает к тому чтобы быть на виду быть лидером ярко сиять но вот могут быть какие-то внутренние противоречия внутренням такая неуверенность обратите на это внимание если вы чувствуете что это есть тогда психология помощь все прорабатывается и все и все будет отлично также у вас мог может быть некая хаотичность ума у вас много тут аспектов меркурий с ураном меркурий с непном в оппозиции это напряженный аспект который дает меркурий с урана вот такую некую хаотичность ума то есть беспорядочность мысли то есть перед тем как идти в люди и рассказывать им что-то да доносить информацию обязательно тщательно продумайте свое выступление логику своего выступления чтобы вот эта некоторая хаотичность которая может проявляться чтобы она вам ваше выступление не подпортила также у вас меркурий в оппозиции с нептуном это говорит о том что вы можете погружаться очень сильно внутрь себя да то есть прям быть часто внутри себя имейте это тоже ввиду и ну когда вы выходите да выступаете перед другими людьми будьте готовы выйти да к другим людям из внутреннего состояния выйти вовне то есть нужно регулировать когда я внутри а когда я могу быть вовне и разговаривать с другими людьми доносить им что-то так ну и могут быть некоторые иллюзии тоже у вас тут есть аспекты как которые говорят об этом и ну иллюзии тоже с ними нужно быть все аккуратно и просто перепроверять что-то несколько раз чтобы не уйти не в ту сторону как говорится подключайте интуицию у женщин она работает хорошо если вдруг не очень хорошо работает все это развивается и на это можно смело всегда опираться в любой момент так ну что лев передаю тебе слово чтоб нам все успеть да это конечно адский дизайн соболезную как говорится ну что ты настраиваешь сразу адский дизайн соболезную сказать нечего только мне кажется надо пойти шутка нет прекрасный дизайн красивый но очень эмоциональный человек просто ну я это пороховая бочка реально солнце во льве в девятом доме тут еще столько аспектов на удивление очень много сказала таких вещей которые прям я хотел сказать дословно представляешь только яуди я удивился то что вы но обычно ты немножко другие аспекты затрагиваешь а тут самое главное я хочу сказать что действительно гипер эмоциональность гипер эмоциональность в том смысле что это бесконечная рефлексия то есть но задеть такого такого человека это вообще нечего делать особенно если его при там предать обмануть чет сделать за спиной это все как бы это будет слезы переживания и самое главное почему игры рефлексия потому что стыд что я в чем-то виноват что я это я что-то не так сделал на самом деле все совершенно конечно не так потому что мы видим человека с так называемой бесконечной проекции во внешний мир это ну пожалуй самые сложные всегда клиента для меня чтобы им объяснять потому что приходится говорить иногда жесткие вещи которые они слышать не хотят это вот как раз про профиль 24 и про проекцию во внешний мир вы себя можете вести как-то потому что представляете себе о том что вот я это ну кто-то там ну кто вот вы придумали что вы кто-то ну ты ли заразились от кого-то что скорее всего поведением некой моделью поведения и вам вот так это нравится и вы говорите я такая же точно а на самом деле вас видят вообще по-другому и часто это конфликт который вас дико удивляет потому что вы вдруг узнаете что оказывается вы вам говорят вы прекрасный учитель оратор это действительно так вы человек который должны при вообще просвещать других учить других рассказывать другим про какие-то знания и причем очень интересные такие вещи а вы даже в себе этого можете не чувствовать вам кажется что что-то вы другое вы можете быть увлечены какими-то совершенно внутренними эмоциональными проблемами но ваше предназначение действительно в лидерстве причем таком лидерстве по приглашению я это называю когда чека пригласили а дальше обязана за ним следовать то есть пока пока вас не зовут вы ничего не делаете но если уж в вас распознали и позвали руководить чем-то то будьте добры идите за мной причем ваша позиция в этом случае такова что я не делаю ничего в угоду своему сообществу или людьми за которыми я всегда помню о том что за мной у меня за спиной некий народ но я не ответственно за то что они за мной идут это их проблема то есть я как бы иду в какой-то дорогой я чё там делаю заражаю их этим они за мной следует и не нужно как бы считать что это ваша ответственность если кто-то по дороге или отвалился или утонул там например вот это его сложности он ну то есть вы пошли в лес он в болоте утонул по пути ну и сказал вам это вы виноваты нет это не выгоновато вас пригласили вы должны идти на самом деле ваша фишка вот именно в этой заботе о том кого вы ведете и эта забота всегда проявляется во внимание к своему собственному поведению что самое интересное то есть вам оборачиваться назад на людей смотреть что там никто ли не утонул в болоте не нужно надо помнить что вы должны идти через такую местность где болота нет вот но если уж пошли через болото ну ладно это ваш выбор был но лучше все-таки думать и так думать вы должны исходя из собственной безопасности то есть это скорее вы о себе подумать должны чем о других но именно то что с вами происходит будет происходить и с людьми которых вы ведете за собой потому что вы действительно учитель прирожденный в общем-то ваша главная реализация по большей части происходит в том что вы просвещаете тех кого ведете за собой вот именно слово просвещаете делает из вас королеву а все начинается с неких амбиции вам очень хочется на самом деле продвинуться куда-то вверх по материальному успеху заработать много денег но это все иллюзия пыль на самом деле то есть просто так это не получится сделать очень важно наполняться наполняться правильными знаниями это первое а второе логически их осмысливать одно дело просто быть сборником информации другое дело понимать что вы знаете и уметь объяснить это и вот вы человек про очень широк широкое знание очень широкие взгляды но про то что все ваши взгляды должны вы должны быть способны объяснить без всяких слюней и эмоций абсолютно точно рационально и вот как раз то что вы можете объяснить и вы транслируете тому вы и учите вот тогда вы становитесь королевой а не просто невестой на выданье которая белого коня белого этого ждет жениха на белом коне да это между прочим белого коня которая ждет это очень правильный образ потому что так в книге и дзы на самом деле написано про это свойство то есть это невеста на выданье девушка которая ждет своего принца но она настолько увлечена свои своими амбициями что он думает что просто из-за того что она красива он не заберет а у меня не заберет потому что она красиво он ее заберет если она соответствует ему понимаешь вот а заберет ее там именно тот принц кому она под стать поэтому чем больше вы наполняетесь знаниями тем лучше а знание ваша сила в вашем случае потом еще одна штука которую важно про себя помнить это единственный канал активно у вас энергетически который вы можете чувствовать очень хорошо это сексуальное вожделение мечты она работает если в темный с вами в темном своем проявлении как все время поиск эмоций через секс а в светлой своей стороне как следование своей мечте и умение наслаждаться некой целью отдаленной это очень важно поскольку вы проектор вы всегда в поисках некой сексуальности потому что прямого доступа к этой энергии у вас нету и вам очень интересно что же это такое и вы действительно ксения правильно сказать через секс можете многие свои вопросы решать как бы манипулировать через эту сферу это не просто нежелательно это может привести к летальному исходу действительно по факту потому что это это свойство у вас это свойство мотылька который на свечку летит ему очень интересно что же там за огонек он туда летит и сгорает то же самое происходит с вами это не значит что секс нужно из жизни исключить глупости нет конечно это значит то что это нельзя делать инструментом достижения своих целей вот и все это нельзя делать зацикленным вожделе то есть желание сексуальное не должно быть вожделение вожделение это всегда про зацикленную такой прокомпульсивное что-то то есть когда нету ничего вокруг есть шоры и вот просто интересно как же так проектором всегда это интересно поэтому с этим нужно очень быть аккуратным что еще я хотел важного сказать что-то хотел я еще хотел сказать важного то что достаточно серьезный вопрос но вы через него всегда проходите потому что это ваш закон жизни это вот некий некое ощущение разделенности с другими и вы действительно человек необычный и вы можете часто чувствовать вот эту отчужденность причем чем больше вы набираете знаний чем больше вы можете прочувствовать тем вы чувствуете себя более отчужденной от других просто и у вас это всегда проходит через этап я лучше чем остальные я чего-то понимаю вы не понимаете вы действительно можете много понимать но секрет в том что вы должны в каждом человеке кто в вас в жизни появляются а у вас жизни всегда много людей появляется очень вы налаживаете связи с очень многими людьми вы в каждом должны видеть прежде всего уникальность и практичность если его если у него есть талант который вам действительно может пригодиться в этом заключается его уникальность но если исходить из того он другой значит хуже меня ну как бы когда через я все пропускается вот я такая у меня не так а в этом другие вы ничего не понимаете то это всегда затмевает вы не видите талантов других увидеть их недостатки и сначала на самом деле это важно увидеть ошибку для вас в чем его несовершенство в чем его недостаток но потом следующий этап это понять в чем же его талант это очень важная вещь если вы этот закон соблюдаете то есть если вы смотрите на уникальность человека он другой но в чем-то он уникален то вас тогда как раз от этого сексуальное вожделение и желание манипулировать через секса эмоции перерождается в нужное топливо почему так происходит это очень большой разговор то есть это на это уже действительно сеанс психотерапии но начать с того надо что видеть в людях не ошибку а уникальность в итоге вот в этом как бы истории вопросов никаких я не вижу от яны поэтому мне сложно как бы что-то еще добавить я в целом прошелся по самым основным узлам ну так мне кажется если говорить про предназначение это обучение просвещения я не знаю я она у нас наверное не в эфире поэтому если она в записи посмотрите надеюсь даст какую-то обратную связь я по крайней мере не видела там была была яна но другая яна я надо было другая вроде неплохо побеседовали так как всегда отлично побеседовали подбросили множество идей тем кто был на разборе так что желаем девушкам реализации и вообще всем реализации найти себя свою дорогу и кстати ты сказал по поводу ждет вот принца да принцу нужно соответствовать и рекомендую посмотреть на эту тему ну как кому будет интересно вот особенно девушкам 50 оттенков свободы сильно не впечатляться там сексуальными отношениями кристиана и анастейши а посмотреть нет ну кто хочет может впечатлить то ну то есть я хочу внимание порнофильм порнофильм рекомендует нет там важно там именно про отношения и посмотреть как анастейша соответствовала мужчине миллиардеру а как она взаимодействовала как она отставила свои границы и свои права когда он привык что у него так все по щелчку делается и все делать так как он хочет то есть посмотреть как она ему соответствовала естественно она не миллиардер да то есть уровень у нее понятно ниже то есть посмотреть как можно соответствовать такому мужчине то есть я вот с этой точки зрения фильм рассматривала и вот мне было интересно взаимодействие именно их вот в этом плане так что кому интересно надо посмотреть надо посмотреть тоже чтобы быть в теме ну хорошо я тогда буду прощаться тебе спасибо большое всем этим летели спасибо все пока пока спасибо